Процесс создания лего-моделей захватывает малышей уже с самых первых занятий. В группе «Простые механизмы», где преподает Вера Печагина, занимается 40 девчонок и мальчишек в возрасте от 5 до 7 лет. Вера Михайловна посвятила дополнительному образованию 23 года. И если еще 10 лет назад ребята охотно занимались декоративно-прикладным творчеством, то сегодня в тренде технические виды. С течением времени и с запросами времени, конечно же, дети меняются. Дети становятся больше изобретателями, то есть они больше придумывают, они верят, что этот мир не стоит на месте. То есть дети уходят от, наверное, какого-то декоративного творчества, все-таки уходят в техническое. И сменив сферу деятельности, я поняла, что мальчишки тоже такие же фантазеры, только в своей сфере. Пока Марк Першин демонстрирует возможности своей чудо-машины-переводчика и фантазирует, как его робот встречает иностранных посетителей, на соседних столах идет создание других агрегатов. При случае опасности может взять вот так вот, разложиться и притормозить. Или просто так разложиться, что... ну, дождят. Самое сложное – отвлечь детей от мысли создать робото-игрушку. Каждому ребенку, а тем более мальчишке, хочется сотворить копию терминатора или трансформера. Играть с роботами весело, но на первых порах лучше конструировать реальные машины и полезные агрегаты. Ребята, занимающиеся по программе «Простые механизмы», изучат основные простые механизмы. То есть мы уже прошли зубчатую передачу, с которой они блестяще справились даже дети пяти лет. То есть они знают, за что происходит, как работает данный механизм. И данная группа сейчас работает у нас над простым механизмом, таким как колесо и ось. По соседству с юными конструкторами занимаются будущие Архимеды. Хорошо забытая старая система точного счета, ментальная арифметика заработала здесь как новая. С первых минут нахождения в классе любой непосвященный человек начинает чувствовать себя не в своей тарелке. На занятии дети восьми лет, но то, что объясняет педагог Евгения Курдина, непросто усвоить даже взрослому. Какая у меня цифра? 50. 56. И прибавляем сюда цифру 12. Сколько единиц я должна добавить? 2 единицы. Сколько десятков я должна добавить? 1. И получился ответ? 68. 68. Молодцы, записывай. Евгения учит детей решать сложные примеры с молниеносной быстротой. Обгонять калькулятор детям помогают тренировки с абакусом, хорошо знакомым каждому из нас, как советские счеты с костяшками. Вообще ментальная арифметика развита достаточно давно, да, то есть школ очень много. Каждая школа развивает детский ум по-своему. С помощью счетов абакус, вот мы работаем, да, с помощью счетов абакус. И развиваем детское мышление, детскую моторику, а также вот математические умения. И так, благодаря этому наши детки начинают быстрее считать, быстрее решать, находить из разных буквально обычных заданий, да, очень необычный ход решения, необычные варианты. Детские пальцы ловко перебирают пластмассовые косточки. Восьмилетние девчонки и мальчишки складывают и вычитают двухзначные и трехзначные числа. 52 плюс 31. Как это считается? Детский плюс 83. Даже малыши детсадовского возраста решают задачи с трехзначными числами в уме, причем быстро и правильно. Однако соль методики вовсе не в навыке быстрого счета. Это лишь полезный побочный эффект. Мы работаем с флеш-картами, когда ребята видят картинки, да, они не видят цифру, они видят счеты, либо видят только картинку. Благодаря этому определяют, какая же цифра здесь у нас зашифровалась, то есть пряталась, да, для малышей, я говорю, что они прячутся у нас. Также ребята работают обоими ручками, то есть мы работаем не одной рукой, мы и пишем двумя руками, и производим счет обоими ручками обязательно, да, обязательно рисуем. Когда читаем стихи, мы производим счет одновременно, то есть мы учимся на нескольких системах. Мы не действуем по одной, да, не просто сидим, считаем, а дополнительно развиваем все сферы нашего умственного сознания. Евгения Курдина возлагает на своих воспитанников большие надежды. Уже в ноябре мальчишки и девчонки примут участие в Международной олимпиаде по ментальной арифметике. Идем по детско-юношескому центру дальше. Заглядываем в класс технология и физика. В 10 лет юные изобретатели, воспитанники Виктории Боковой, уже знакомятся с понятиями, которые их сверстники увидят лишь в учебниках старшей школы. Такая возможность появилась благодаря приобретению к новому учебному году 10 наборов Лего Вида 2.0. В 2016 году компания Лего презентовала свой новый набор. Это набор совершенно нового поколения, называется Виду 2.0. И, конечно же, вот эта приставочка 2.0 показывает, что это второе поколение, и программа идет программирования механизмов, программирования наших моделей при помощи компьютера, но совершенно беспроводное программирование. Теперь дети могут оживлять своего робота и не будут зависеть от проводов. Какие умные машины будут самыми ловкими и быстрыми, салдинцы смогут увидеть в оздоровительном лагере «Лесная сказка». 14 октября состоятся соревнования «Рободром». Возможности своих чудо-машин продемонстрируют более 300 юных техников Свердловской области. До новых встреч! Продолжение следует...